Всем привет! С вами голос Паши Лобанова И на этот раз мы будем смотреть на мир глазами Асгарда 7 миллиардов психов, живущих на крыше Глава первая Представьте свою любимую машину Но едете вы на крыше Ветер, пыль, мухи в лицо Представили? Усугубим картину Скорость под 200 Метель, минус 30 Ветер сдирают кожу Но вы все равно на капоте Ну разве не псих? Автомобиль создан как защитный кокон Для передвижения в пространстве Стальная оболочка Мягкие кресла с регулировками Климат-контроль, музыка и даже подстаканники Окружающий мир не важен Если вы внутри Хоть за бортом минус 40 Или плюс 60 Хоть дождь, хоть снег, ветер Вы не просто защищены Вы в комфорте Отказаться от таких условий И вылезти наружу может только псих Рассмотрим другой пример Дом Красивый Добротный Со всеми благами Какие только можно представить Ваша машина Даже бизнес-класса И рядом не стоит По комфортабельности и простору В машине нет туалета И ванны В ней не приготовишь еду Не вытянешься в полный рост Как говорится Мой дом Моя крепость Система отопления Вентиляции Канализации Электроподстанция И автономная подача воды Все это в доме есть Не забываем теплый пол Телевизор Просторные комнаты С панорамными окнами Холодильник Набитый вкуснятиной Столовая И даже камин Вот здесь вам точно плевать Что за окном Не то что холод или жара Да хоть извержение вулкана Или потоп Если машина сконструирована так Чтобы провести в ней Несколько часов То в доме можно жить годами Не выходя наружу Ну если вдруг Армагеддон Но есть в этом доме Одна странность И его хозяин То бишь вы Залезли на крышу И живете там Дом просто набит удобствами Но вы ни в какую Не покидаете крышу Ноябрьские До костей Промозглые дожди Крещенские морозы Июльская жара С комарами И пылевыми бурями Не могут согнать вас С крыши Соседи крутят Пальцем у виска И снимают вас На телефон Но вы считаете Сумасшедшими Именно их Потому что Дебилы Живут Внутри своих домов А что здесь удивляться Если псих Ездит Снаружи машины То и жить он должен Снаружи дома К психу Мы вернемся Позже А сейчас Задумаемся Кто научил Людей Жить В домах Люди Содрали идею У природы Как известно Вселенная Мастерски Строит дома В виде галактик Планет Или клеток Мало того Вселенная Это фрактал То есть В большом виде Она выглядит Так же Как и в малом Что подтверждается Даже этим Кочаном капусты Рассмотрим Самый большой дом Вселенной Галактику Триллионы звезд Вращаются Вокруг Мистического Центра Ядра Кто Раскручивает Звезды Никто Не знает Солнечная Система Каждая Звезда Окружена Планетами Тем самым Являясь Уменьшенной Копией Галактики Кто Раскрутил Планеты Вокруг Звезды Ядра Так же Покрыто Тайной Заметьте Что Уменьшая Угол Зрения Мы видим Повтор Системы Как на Капусте Другими Словами Внутри Дома Галактика Множество Маленьких Домов Солнечных Систем Обратите Внимание Что Галактика И Солнечная Система Имеют Форму Диска А вот Начиная С планет И мельче Все Фракталы Уже Сферические Запомните Эту Странность Мы К ней Вернемся Позже Планета Сфера В свою Очередь Является Центром Ядром Вращения Для спутников С теми же Вопросами Без ответа Планета Разбита На Континенты На Страны На Города На Районы И дома Внутри Которых Живут Люди Их тела Разбиты На Системы Которые Состоят Из Органов Итак Мы Направили Телескоп На Галактику И начали Быстро Приближать Пока Не Уткнулись В Человеческий Глаз Который Чертовски Похож На Галактику Будто Бы И Не Приближали Органы В свою Очередь Состоят Из Тканей А Те Из Клеток Которые Также Копируют Принцип Галактики Это Клетка Человека Сфера В точности Копирующая Нашу Планету Но С одним Принципиальным Отличием На Ее Поверхности Никто Не Живет А Вот Внутри Под Защитной Оболочкой Клетка 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 Набита Всякой Всячиной Так и фигни Дяди В очках Договорились Называть Их Электронами Протонами И Нейтронами Летающий С бешеной Скоростью Вокруг Центра Ядра Продолжая Нас Мучить Вопросом Кто Все Таки Контролирует Эти Силы Как Вы Уже Догадались Можно Расщепить И Электроны И Так До Бесконечности Приближать Микроскоп Убеждает Что Вселенная Всегда Выглядит Одинаково И в Большом И в Малом То есть Она Фрактальна Таким Образом Смысла В телескопе Нет Ибо Вселенная Сама Себя Проявляет Телескопически Получаем Важный Вывод Изучая Клетку Мы Познаем Строение Вселенной Познавая Строение Вселенной Мы Познаем Себя А раз Так Давайте Подробнее Рассмотрим Клетку Тем Более Она Удобна Нам Своими Размерами Посмотрите Внимательней До чего Жена Похожа На Планету Разве Что На ее Поверхности Никто Не Живет Все Самое Ценное Надежно Спрятано Внутри Клетку Можно Даже Сопоставить С домом А что Здесь Есть Прочная Оболочка Для защиты От Внешней Опасности И кухня И котельная И даже Туалет Но самое Главное Это Центр Ядро Которое Является Мозгом Всей системы И заметьте Системы Замкнутой Она Самодостаточна И автономна И сама Решает Кого Впускать Или Выпускать Через Дверь Вселенная Строит Свои Матрешки Не просто Продуманно Она делает Это Гениально Все Дома Неприступны Снаружи И комфортны Внутри Наши Предки Прекрасно Зная Устройство Вселенной Тоже Строили Надежные Дома Например Окружали Города Каменной Стеной И жили Внутри А не Снаружи Да что люди Любая Птица Как часть Природы Вьет Гнездо И живет Внутри Него Мыши Роют Норку И живут Внутри Нее Червяки Змеи Раки Лисы Медведи Живут Внутри Своих Домов Ни Одно Живое Существо Не живет На поверхности Своей Норы В отличие От 7 Миллиардов Психов Которые Поселились На крыше Дома Своего На крыше Земли Защищенной Тончайшим Слоем Воздуха Которое По всем Законам Физики Давно Должно Было Сдуть Хвостом Какой Нибудь Кометы Получается Что высший разум Создал Гениальную Вселенную Но облажался При создании Земли Ведь Земля Это клетка Только Почему-то Снаружи Заселенная Зачем Нас Поселили На крышу Дома Почему Мы Несемся С Немыслимой Скоростью На крыше Планеты Сквозь Смертельно Ледяной Космос Разбивая Лоб Об ледяные Глыбы Камни И прочий Космический Мусор Почему Бо нас Не поселить Внутри Замкнутой Системы С бронированной Оболочкой И ядром Мозгом Внутри Который Будет Управлять Температурой Влажностью Вентиляцией И давать Нам Воду Еду И свет Постойте Может Это Не высший Разум Облажался Может Это Нас Заставили Поверить Что Мы Живем Снаружи Клетки Как Известно Ложь Повторенная Стократно Превращается В правду С Детского Сада Нам Вбивает В голову Картинки Из Космоса В прошлом Веке Даже Спектакль Организовали Как Корабли Броздят Большой Театр Сколько Раз Мы Видели Вот Эту Заставку Перед Просмотром Фильма Сколько Раз Юрий Антонов Повторил Над Крышей Дома Твоего Сколько Фото Со Спутников Сколько Рассказов Космонавтов О Глубоком Шарики Столько Оборотов Сделал Школьный Глобус Прежде Чем Учитель Вдолбил Нам Что Это Наш Дом Попробуй Тут Усомниться Что Мы Живем Не На Крыше Дома А Сколько Народу Сожгли Заживо Пока Определялись С геометрической Формой Небесных Тел И Что Вокруг Чего Вертится Ученых Погубили Много Однако Истинную Версию Строения Земли Все же Не Стали Переписывать И Вот Парадокс Страна Атеистов Резко Уверовала Но Ткни Носом В Библию Засмеют Книга Бытие Глава Первая И Сказал Бог Да Будет Свет И Стал Свет Свет Уже Есть На Солнце Нет Свет И Назвал Бог Свет Днем А Тьму Ночью Как День И Сказал Бог Да Будет Твердь Что Еще Твердь И Сказал Бог Твердь И Отделил Воду Которая Под Твердью От Воды Которая Над Твердью И Стало Так Что Твердь Почему Твердь И Назвал Бог Твердь Небом Небом И Сказал Бог Да Будут Светила На Тверде Небесной Для Отделения Дня От Ночи И Для Знамений И Времен И Дней И Годов А Почему Твердь Небом И Дней Добудут Они Светильниками На Тверде Небесной Чтобы Светить На Землю И Стало Так Что Значит Светильник И Создал Бог Два Светила Великие Светила Большая Для Управления Днем И Светила Меньшая Для Управления Ночью И Звезды А Что Случало Свет Нет Создания Светилник И Поставил И Бог На Твердень Небесной Чтобы Светить На Землю Библия Упорно Настаивает На Тверде Обратите Внимание И Управлять Днем И Ночью И Отделять Свет От Тьмы И Увидел Бог Что Это Хорошо Как Мы Видим Библейское Сотворение Мира Полный Абсурд С точки Зрения Официальной Науки Но Чистая Правда С точки Зрения Полы Земли Библия Настаивает Что Светильники Припечатаны К одной Тверде Следовательно Расстояние До Солнца Луны И Всех Звезд Одинаковое К тому же Они Настолько Малы Что Помещаются На Тверде Которая Закрывает Землю От Верхней Воды Почему Солнце Ядерная Мегабомба Не Сжигает Тверть И Что За Вода Над Твертью Вроде Как Там Должен Быть Вакуум Космоса Учебник Астрономии Летит В мусорное Ведро Получается Умники Сейчас Начнут Брызгать Слюной Мол Это Все Написано Иносказательно И Образно Перестаньте Цепляться К словам Минуточку Значит Происхождение Миллиардов Китайцев Негров И Белых От Инцеста Двух Нагов Это Норма А Твердь Небесная Со Светильниками Это Метафора Ну Ну Общество Погрузили В маринад Лжи Однако Некоторые Люди Все же Просыпаются И Пытаются Если Не Разбудить То Хотя Бы Посеять Семя В подсознании Обществу Что Мир Устроен Совсем Не Так Как Нам Рассказывают Ящерицы Если Мы Не В Курсе Где Живем То Все Остальные Знания Уже Не Имеют Значения Ибо Дом Не Строят Без Фундамента Гений Советской Литературы Николай Носов Описывает Паразитическую Жизнь Внутри Луны На На самом Деле Описал 21 Век Внутри Земли И он Не Мог Тогда Сказать Напрямую Иначе Путевка В дурку Обеспечена Пришлось Книжку Писать Причем Детскую Теперь Мы Заподозрили Неладное В астрономии Давайте Вернемся К нашим Фракталам Поставим Их В порядке Уменьшения И Заметим Одну Странность Галактика И Солнечная Система Имеют Форму Диска В то Время Как Все остальные Фракталы Сферические Напрашивается Неприятный Вывод Что Нас Обманули В масштабах Галактики Первые Два Рисунка Напрочь Выбиваются Из концепции Фракталов А значит Сфальсифицированы А значит Мы понятия Не имеем Как Выглядит Настоящий Космос Снаружи Земли Итак Теперь Напряжем Все свое Воображение И представим Где живем На самом Деле Это Сфера Защищенная Очень Прочной Оболочкой Все Континенты И Океаны Расположены Внутри Шара В центре Которого Как и Положено Фракталам Есть Ядро Которое Мы видим Как Голубое Небо Днем И как Звездное Ночью Солнце Луна Все Планеты И звезды Вращаются Вокруг Ядра Самое Интересное Что Солнце Никоим Образом Не влияет На смену Зимы И лета Но еще Более Забавней Что Рассветы И закаты Также Не зависят От освещения Солнца Но об этом Мы поговорим Позже Подведем итог Жизнь На поверхности Планет Невозможна И противоречит Концепции Фрактальной Вселенной Для этого Не просто Нет Условий А их Глупо Создавать Снаружи Даже Мозги У нас Внутри Черепа Если же Они Оказываются Снаружи Это Труп Никто И не Забирался Селить Людей На крыше Дома Те же Самые Тысячи Метеоритов В секунду Сотрут Жизнь Так и Не дав Ей Начаться Никакая Атмосфера Не устоит Перед таким Обстрелом Морозом И радиацией На самом деле Советские Светилы Науки Еще в Прошлом Веке Доказали Где мы Живем Но система Прекрасно Себя Охраняет Конечно Тяжело Осознать Насколько Жестко Нас Обманули Если Не сказать Грубее Но Теперь Нам Придется Вовернуть Глопус Наизнанку Как и Своё Сознание Итак Продолжение Взгляда Асгарда Глава Вторая Луны Нет Позвольте Освежить Вашу Память Историями Официальной Науки Которые Владельцы Мира Сего Позволили Знать Немытой Челяди Эти Факты Не просто Доступны А они Насильно Доступны То есть Их под давлением Впрыскивают В умы Рабов Ещё В детском Саду Дабы Истина Самотёком Не залилась Луна Это Естественный Спутник Земли Обращённый К нам Всегда Одной Стороной На Луне Нет Атмосферы Поэтому Там Жуткий Холод Ночью И Адская Жара Днём Луна В 4 раза Меньше Земли И расстояние До неё 384 тысячи Километров Луна Покрыта Кратерами Которые Легко Рассмотреть Даже В любительский Телескоп Луна Светит Ночью Отражённым Светом Солнца На Растущую Луну Злые Колдуны Делают Гадости А на Убывающую Добрые Колдуньи От этих Гадостей Избавляют Луна Притягивает Воду Океанов И управляет Овуляцией Женщин Обратную Сторону Луны Никто Никогда Не видел За исключением Американских Астронавтов Ну Ещё Бы Раз уж Лететь На Луну Так На Обратную Сторону Два Зайца Одним Выстрелом Вопрос Первый Как Объяснить Удивительное Совпадение Скоростей Вращения Земли И Луны Вокруг Своих Осей Чтобы Луна Всегда Была Повёрнута К Земле Только Одной Стороной Вопрос Второй Почему Правила Распространения Света И теней На поверхности Округлых Объектов Не Работает В случае С Естественным Миллионы Тон Воды Во время Приливов И отливов Но не Может Притянуть Пыль В воздухе Во время Того же Самого Отлива Что Затрудняетесь Ответить В реальности Тема Луны Просто кишит Странностями И несостыковками Представленное Фото Взято Прямиком Из Википедии Заметьте Странность При Сегодняшнем Уровне Развития Электронных Телескопов Главная Энциклопедия Мира Выкладывает Черно-белую Луны Я больше Скажу Вы не найдете Цветную Фотографию В принципе Нигде Фотошоп Не в счет Странно Не правда ли Даже глаз Видит Луну Бледно-желтой А объективы Лженауки Настаивают Что Луна Черно-белая Ладно Это для Затравочки Как известно Чем Грандиознее Лож Тем охотнее В нее Верят А еще Известно Что Как только Правда Начинает Просачиваться Голливуд Срочно Снимает Кино Видать В середине Прошлого Века Мировые Светила Науки Докопались До чего-то Такого Что им Знать Не положено И в кругах Астрофизиков Назрел Бунт Подкосивший Устойчивость Трона Предиктора Вот Голливуд И Состряпал Быстренько Высадку Клоунов В водолазных Костюмах В павильон С черными Обоями Согласно Концепции Управления Стадом Создать Ложь В одном Барианте Опасно Ибо Толпа Разношерстна Поэтому Сценаристы Лунного Спектакля Слепили Несколько Вариантов Лжи Каждому Поверь Его Луна Это Искусственный Спутник Из Титана Внутри Луны Живут Инопланетяне И вот-вот Нападут На нас На Темной Стороне Луны Базы Наших Президентов Американские Астронавты Увидели Разбившийся Корабль Межгалактический И поэтому В эфире Была тишина Аж минуту И так далее И тому подобное Подобную Бредятину Штампуют Каждый Месяц Лишь бы Отвести Внимание Умников От истины Но Самая Экзотическая Версия Писания В глубинной Книге Где Луна Представлена Гигантским Генератором Под названием Судьба Или Лунная Радуга Брат Пятерых Конечно Все правильно Выдают Но только Не ту луну Он луной Называет Но об этом В других Статьях Почему Космические Корпорации Не могут Предоставить Реальные Снимки Луны С орбиты Земли Национальное Космическое Ведомство США И Роскосмос Тратят Миллиарды Долларов На свои Исследовательские Программы А результаты Работы Этих Самых Программ Более Чем Сомнительные Судите Сами На сайте НАСА Была Опубликована Видеозапись Движения Луны Вокруг Земли Космическим Аппаратом В июле 2015 Года На ней Можно увидеть Ту самую Обратную Сторону Луны Но Есть Как Минимум Два Но Первое В данном Видео Гуляющая Вокруг Земли Луна Ни на Градус Не Повернулась Вокруг Своей Оси Как Если Бы На Компьютере Просто Вставили Круг И Придали Ему Движение Но И Это Еще Не Все Если Увеличить Участок Ну А Зачем Нужно Сочинять Некачественную Компьютерную Графику С Откровенными Ляпами Так Что Там С Америкосами Не Уж То Высадки На Луну Не Было Берите Шире Высаживаться Было Некуда Ибо Нет Никакой Луны Вернее Бледно Желтый Серп В Ночном Небе Есть А Той Луны О Которой Нам Впаривают Нет И Быть Не Может Вернемся К началу Статьи И Разберем Факты Что Под Давлением Впрыскивают Среди Них Есть Нестыковки Несовместимые С жизнью Лунного Мифа Итак Начинаем Хит Парад Ляпов О Луне Из уст Официальной Науки Ляп Номер Шесть Луна Светит Отраженным Светом Солнце Да Ну Подвесьте На улице Мяч И посветите На него Мощным Фонарем Хоть Ксеноновым А Светит Леон Окружающие Предметы Нет А Луна Освещает Да Еще Как В Полнолуние Можно Спокойно Книжку Читать Но Дело Даже Не В Способности Освещать Посмотрите На Мяч Внимательней В Центре Световой Блик От Фонаря Потому Что Любой Сферический Объект Отражает Свет Неравномерно А Обязательно С бликом В центре Это физика И она Неумолима Видать Луна Не знакома С ней А жаль Потому что Любой Профессиональный Фотограф Подтвердит Этот феномен Напрашивается Логический Вывод Либо Луна Плоская Поэтому Блика Нет Либо Она Светится Изнутри Собственным Светом В этом Случае Блика Также Не Будет Далее По освещению Почему Когда Серп Минимальный Окружность Луны Очерчена Световым Контуром Что Это За свет Даже Если бы У нее Была Атмосфера Которая Рассеивала Солнечный Свет Светящийся Окантовки Не было бы Мы же На земле Видим Ночное Небо Черным Наука И здесь Придумала Отмазку И назвала Это явление Пепельным Светом Луны Пепельный Свет Луны Свечение Не освещенной Прямым Солнечным Светом Поверхности Луны Образуется Солнечным Светом Рассеянным Землей А затем Вторично Отраженным Луной На землю Таким образом Маршрут Фотонов Пепельного Света Луны Таков Солнце Земля Луна Земля После прочтения Сеей цитаты Возникает Две проблемы Во-первых Нужно понять Смысл Трехэтажной Фразы Во-вторых Поверить В неимоверную Бредовость Описанной Схемы А вы Как хотели Врать Невероятно Сложно Особенно В масштабах Планеты Вот и Приходится Нести Подобную Ахинею И ордена Прикалывать Ученым За Сенсационные Открытия Пепельный Свет Это Второй Аргумент В пользу Собственного Источника Света Луны Взгляните На фото Еще раз Настоящий Плафон И последнее По освещению Мозги Окончательно Вскипают Когда Серп Луны Смотрит Рогами На закат Или вообще Вниз На землю Подобную Чертовщину Можно наблюдать Несколько Раз В неделю Фотки Снизу Удаляют Из сети Ибо Слишком Опасны Для Стада Свет Чего Позвольте Узнать Отражает Луна В таких Случаях В общем Вопросов К астрономам Касательно Освещения Луны Накопилось Изрядно Но Их Просто Не принято Замечать Потому Что Нам С детства Твердят Смотри Под ноги А не На небо Ляп Номер 5 Несоразмерность Многие Замечали Насколько Луна Огромна У горизонта Но Поднимаясь Чудесным Образом Уменьшается Ученые Оправдываются Что это у нас глаза косые И нам это кажется Даже предлагают закрыть луну Мушкой Ружья Сначала у горизонта А потом В апогее Уверяя Что Соотношение с мушкой Не изменится Согласитесь Грубоватая Отмазка Для архитекторов Столь тонкого Механизма Ляп Ляп Номер Четыре Мы Всегда Видим Одну Сторону Луны Любой Здравомыслящий Человек Хотя бы раз Задавался Вопросом Какого черта Луна Смотрит Всегда Одной Стороной Это как Нужно Рассчитать Эллиптические Орбиты Луны Земли Солнца Вокруг Друг друга Да еще С учетом Взаимного Притяжения Всех Этих Объектов Даже При идеальнейших Условиях За сто Тысяч Или миллион Лет Курс Луны Должен был Отклониться Хоть на градус Но этого Не происходит Тем более Что идеальных Условий Не бывает Уж тем более В жестких Условиях Космоса Даже Солнечный Ветер Должен был Вмешаться В устойчивость Позиции Луны Ну прям Напрашивается Вывод Что ее Приклеили Как Почтовую Марку Ляп Номер Три Приливы И Отливы Как Впаривает Нам Наука Луна Не просто Примагничена К земле Мордой Так Она К себе Еще И океаны Тянет Как Одеяло Это То же Самое Как Канатоходцу Балансировать Над Бездной И при этом Наматывать Разматывать На локоть Веревку С гирей Абсолютно При этом Не шевелясь К тому К тому К тому же Если Луна Оказывает Такое Громадное Влияние На Мировой Океан Значит Связь Здесь Двухсторонняя Следовательно И Океан Оказывает Влияние На Луну Следовательно Любое Цунами Должно Было Пошатнуть Устойчивость Луны Чего Никогда Не Было Ляп Номер 2 Лунные Кратеры Солнечный Ветер Электромагнитные Волны Гравитация Других Небесных Тел Приливы И Отливы Океанов Это Все Детский Лепет По сравнению С ударом Булавы То бишь Бомбардировкой Метеоритами И прочим Космическим Мусором А кратеры Там Нехилы Как Учит Астрономия Подобный Удар Может не просто Закрутить Луну Волчком Но и Отфутболить Ее со Своей Прежней Орбиты Да так Что на Земле Взбесятся Все моря И океаны И очередной Потоп Неизбежен Если кто Не в курсе То атмосферу Земли Бомбардируют Тысячи Мелких И средних Камушков В сутки Которые Просто Сгорают В атмосфере А учитывая Что у Луны Атмосферы Нет Она должна Вертеться В небе Как мячик В пруду Но Нет Луна Стоит Как вкопанная На своих Параболических Рельсах Ляп Номер Один Полнолуние Это самый Тупорылый Ляп Это контрольный Выстрел В голову Лунному Мифу Любой Здравомыслящий Человек Без каких Либо Приборов И докторской Степени По физике Может разбить Миф о Луне В дребезге Задав Только один Вопрос За чей Счет Светит Луна В полнолуние Посмотрите Внимательно На полную Луну Это идеальный Круг А откуда Должен Падать Свет Чтобы сфера Отразилась Идеальным Кругом Правильно Из-за Нашей спины Но вот Неувязочка За нашей спиной Никакого Солнца нет И быть не может За нашей спиной Земля А Солнце За землей Кто-нибудь Мне объяснит Чей Черт возьми Свет Отражает Луна В полнолунии А что На этот счет Думает Официальная Наука Полнолуния Фаза Луны При которой Разность Эклиптических Далгот Солнца И Луны Равна 180 Градусам Это означает Что плоскость Проведенная Через Солнце Землю И Луну Перпендикулярно Плоскости Эклиптики Если все Три Объекта Находятся На одной Линии Происходит Лунное Затмение Луна В полнолунии Имеет Вид Правильного Светящегося Диска Заметьте Никто не тянул Вики За язык Луна В полнолунии Имеет Вид Правильного Светящегося Диска Если Придать Ветеватым Цитатам Вики Человеческий Облик То Получится Следующее В полнолунии Солнце Строго За нашей Спиной По горизонтали Но Немного Выглядывает Из-за Земли По вертикали Странная Вещь Вики Не дает Схему Столь Сложного Явления И Не зря Да Потому Что Выглядеть Это Будет Примерно Вот Так Малейшее Смещение Солнца В сторону Превращают Луну В неполный Диск Полнолуние Невозможно Потому Что Оно Противоречит Принципам Отражения Света За Нашей Спиной Солнце Закрыто Землей Следовательно Луны Вообще Не должно Быть Видно И Навязывается Такое Явление Полное Лунное Затмение Итак Что Нам Делать С Полной Луной Которая Плевала На Учебник Физики И Астрономии И Продолжает Висеть В небе Независимо От Того Что О ней Пишут Как Мы Убедились Официальная Версия Устройства Луны Несопоставима С жизнью Самой Луны А Это Значит Что касается Феномена Полнолуния То Здесь Обязательно Выполнение Одного Из Двух Условий Луна Должна Быть Плоской Как Дорожный Знак Тогда Отклонение Солнца На Несколько Градусов Не Сыграет Роли В Освещении И Мы Увидим Идеальный Круглый Диск И Луна Должна Светиться Собственным Светом Тогда Вообще Все Равно Где Находится Солнце Вопреки Этим Двум Условиям Летательный Объект По имени Луна Существовать Не Может В сети По нашей Теме Гуляет Видео Снятое На камеру Сквозь Телескоп Автор Утверждает Что в небе Мы видим Голограмму Которая Проецируют С помехами Весь Смысл Данного Ролика Именно В этих Помехах Которые Хорошо Засняты Неизвестно Подлинность Этого Ролика Возможно Очередной Видеотрюк Но Посмотреть Любопытно Как Гласит Поговорка Если Что-то Происходит Значит Это Кому-то Нужно Так Что же Такое Луна И почему Она Покрыта Таким Слоем Лжи Ответ Как всегда Никто Не Прятал Он У нас Под носом В Библии Оболваненным Астрономам Некогда Ее Читать Да и статус Запрещает Лезть И тем более Опираться На религиозную Ересь Это с одной Стороны С другой Стороны Оболваненная Паства Которой Запрещено Задавать Вопросы И думать Вообще Тем более Об астрономии Так и живут В параллельных Мирах И никогда Не пересекаются Две Раздробленные Части Одного Стада Наука И религия Итак Библия Книга Бытия Глава 1 И сказал Бог Да будут Светила На тверде Небесной Для отделения Дня От ночи И для Знамений И времен И дней И годов И создал Бог Два Светила Великие Светила Большое Для управления Днем И светил Меньше Для управления Ночью И звезды И поставил Их Бог На тверде Небесной Чтобы светить На землю Как мы видим Библейское Описание Луны Полный Абсурд С точки зрения Официальной Науки Библия Настаивает Что светильники Припечатаны К одной Тверде Следовательно Расстояние До солнца Луны И всех Звезд Одинаковое Библию Переписывают Каждое Поколение Но почему-то Так и не Убрали Информацию Об устройстве Нашего Неба Видимо Оставили Чисто Поржать Весь Прикол В том Что Абсурдная Библейская Модель Вдруг Резко Перестает Вызывать Смех Так как Объясняет Все Вышеописанные Странности Против Фактов В небе Не попрешь А значит Их надо Изучить И выложить В мозаику Что мы Сейчас И делаем Итак Опираясь На вышеизложенную Проработку Ляпов Можно сделать Следующие Выводы Луна Это светильник Который В своих Размерах Далеко От официально Заявленных По форме Либо сфера Полусфера Либо плоский Круг Но однозначно С собственным Источником Света Другими словами Это летающий Кинотеатр Зрители Сидят на земле А экран Плавает По воздуху На которой Проецируется Световое Отображение Поверхности Со всеми Ее кратерами А также Регулируется Световой Пучок Для формирования Нужной фазы От ободка До полнолуния Единственное Принципиальное Отличие От привычного Кинотеатра Это проецирование Изображения Не из-за Нашей головы А с Изнанки Экрана Тот Кто не упустил Логическую нить Нашего разговора Задаст Сейчас Резонный Вопрос Каким Образом Тогда Луна Оказывает Такое Мощное Воздействие На биосферу Земли Если это Всего лишь Муляж Ведь фазы Луны Действительно Влияют На множество Факторов Рост Волос Ногтей Рассады На грядках Люди Связанные С магией Вообще Накрепко Привязаны К фазам Луны И для чего Весь этот Театр Абсурда Да еще С такими Сложностями По запудриванию Мозгов Населению Ответ Опять В Библии Для знамений Луна Это всего Лишь Индикатор Как Мигающий Поворотник Автомобиля Показывает Что водитель Сейчас Повернет Так и Фазы Луны Информируют Магов На земле В какой Фазе Сейчас Центральный Процессор Нашей планеты Звездная Сфера По имени Олимп А на этом Мы заканчиваем Вторую главу Автора Асгарда Озвучил Павел Лобанов Продолжение Следует Почему Луна Светит Своим Собственным Холодным Светом Доказано Опытным Путем Что Луна Излучает Свой Собственный Уникальный Свет Интересно То Что он Не греет А наоборот Поглощает Тепло Измерение Температуры Под лунными Лучами В тени Удивили Исследователи В свете Луны Уличная Температура Всегда Оказывалась Ниже Чем В тени Если Светло-серая Луна Получает Свет От раскаленного Солнца То почему Отдает Холодный Свет Этому Так же Нет Разумных Объяснений В официальной Налог Глава Третья Краденое Солнце У меня Для вас Две Новости Плохая И ужасная Мало Того Что Луны Нет Так Еще И Солнце Украли И Не говорите Что Не слышали Корней Чуковский Еще В прошлом Веке Кричал Об этом С каждого Книжного Прилавка Но Вы решили Что Мужик Просто Стишок Сочинил Нет Не просто Он Был Вынужден Спрятать Такое В детском Стишке Так он Избежал Дурдома Вам же Ясно Сказали Крокодил Наше Солнце Проглотил А вы Сидели И ушами Хлопали Вот Солнце И Прохлопали Никто Ничего Не украл Солнце Восходит Каждое утро Возразите Вы Но Горько Ошибетесь Вам никогда Не приходило В голову Нафига Это лишнее Ненужное И Невыговариваемая Буква Л Посреди слова Солнце Мы Мы же Четко Говорим Солнце 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 Сие Так Стоп То есть Солнце Это сон? Какой еще сон? И кто Вставил Эту букву Л Дабы Образ Исказить? Видимо Тот Кто Солнце И украл То есть Крокодил Или рептилия Другими словами Скажете Что у меня паранойя Но вот Незадача Белорусы И украинцы Так же И пишут СОНЦ А теперь Переведем Детский стишок На язык Взрослых Рептилии Закрыли Наши светила А взамен Включили Какой-то Суррогатный Фонарь Настолько Странного Действия Что люди Впали В специфическое Состояние Которое Стали Называть Сон Сие Получается Что Солнце Это Не огненный Диск А название Всей Этой Аферы В результате Которой Закрыли Истинный Источник Света И тепла В Пингюлеле Заменитель Фонарь А люди Впали В спячку Если Солнце Не название Фонаря То Как его Называли Предки Вспоминаем Сказки Нет там Никакого Солнца А вот Есть Ерила Именно Так Называли Предки Свой Новый Фонарь В словаре Даля Ерила Обозначает Жар Обжигающий Огонь Видимо Предки Чередовали Произношение То Ерила То Жарила Таким Образом Ерила Это Новый Непривычно Горячий Ослепляющий И обжигающий Фонарь А Солнце Это Иллюзорный Мир В который Погрузили Народ Со временем Твари Слили Эти два Понятия Воедино Ерила Солнце Вот так Это блюдо Готовилось А теперь Возникает Закономерный Вопрос А как же Называлось Наше Истинное Светило Которое Проглотил Крокодил Ответ Мы находим В наскальной Живописи Древних Где нацарапанный Кружочек С лучиками Странно Подписаны Солар Вот оно Имя нашего Светила Забавное Совпадение Сол С английского Душа Сол Таким образом Сол Ар Это Душа Ариев А не просто Светящееся Ядро В центре Земли Солар Это и есть Центральный Процессор Планеты Архангел Хранитель Эгрегор Коллективный Разум Защитник И покровитель Ариев В одном Лице Пока Светил Солар Арии Были Непобедимы Подведем Итог Ярила Солнечный Солярий Вроде бы Синонимы Из одного Теста Но теперь Мы знаем Что это Абсолютно Разные Слова Отдадим Должное Тварям Они слили Воедино Не два Понятия А целых Три Солар Истинное Живое Светило Ядро Центральный Процессор Мозг Нашей планеты Которая Сейчас Закрыта Многослойной Непрозрачной Скорлупой Украшенной Звездами И планетами Ярила Неживое Светило Представляющее Собой Обжигающий И ослепляющий Излучатель Диск Который Мы видим В небе Солнце Это не объект Это состояние Транса В которое Вгоняет Ярила Вот почему Наша чувствительность К тонкому миру Обостряется Ночью Нам А детям Особенно Вечно Что-то Мерещится В темноте И мы Боимся Боимся Потому что Незнакомы И не готовы К тонким мирам Ибо спим Наркотическим Сном От рождения До смерти Которую Так же Боимся Больше всего На свете Зачем же Понадобилось Переделывать Мир В столь Умопомрачительных Масштабах А вот Зачем Дух Вечен Хоть это К счастью Не оспаривается И чтобы Он Эволюционировал Вечному Духу Нужно И тело Вечное Чело Вечное Иначе Это Бесцельное Хождение По кругу С наступанием На одни И те же Грабли Если Тела Не стареют Значит Не умирают Следовательно И жить Они должны Не в цикличном Мире Это Мир Где нет Смены Дня и ночи Лето и зимы Смерти и рождения Никакой Карусели Только Движение Вперед Наша Земля Была Именно Такой Чтобы было Проще Понять Представьте Срез Куриного Яйца Прочная Скорлупа Это Оболочка Планеты Для защиты От Космоса Следующий Слой Под Скорлупой Это Белая Пленка Суша И Океаны В самом Центре Желток Это Соляр Ядро Гигантское Светило Теплое И нежное И нежное Жгучее И ослепляющее Основной Процент От объема Яйца Составляет Белок Между Белой Пленкой И желтком Это Биосфера Планеты Сквозь белок От скорлупы К желтку Проходит Канатик Это Древо Жизни Связь Периферии С центром Это Гигантский Дуб О котором Поведал Пушкин А фильм Аватар Поведал Как от него Избавились Раньше Это был Другой Мир Все Пространство От суши Океана До Соляра Просто Кишело Жизнью Это Доказывают Гигантские Пни Которые Рассеяны По всей Планете Современные Леса 30 метров Высоты Просто Жалкие Кусты По сравнению Со Сказочными Лесами Ариев На земле Практически Отсутствовали Поля Все Было Покрыто Растительностью В десятки Сотни Километров Высоту Было Другое Атмосферное Давление Другая Гравитация Другой Состав Воздуха Был Другой Мир Представить Который Современный Человек Даже Не В Состоянии Это был Идеальный Мир И пусть Отсохнет Язык У того Кто Твердит Нам О Диких Предках И об Охренительном Уровне Развития Современной Современной Цивилизации В том Идеальном Мире Насекомые Птицы Звери Рыбы И конечно же Человеки Не умирают И не рождаются Воплощение Происходит Через уплотнение Энергии До проявления Физического Тела Причем Таких пропорций Каких Захочет Дух Нет Никакого Подсознания Только Чистое Сознание И полный Доступ К 100% Ресурсов Мозга Который Не разделен На полушария В любую Секунду Вы создаете Силой мысли Все Что пожелаете И нет Наслаждения Превыше Чем Созерцать Плоды Своего Труда Наслаждение Такого Порядка Несопоставимо По силе С оргазмом Современного Биоробота У последних Просто Пшик Против Взрыва Ядерной Бомбы То Была Абсолютно Иная Форма Жизни Совершенная Как Сама Вселенная Так И жили Арии Истинные Созидатели Пока Не прилетели Сущности С зеркально Отраженным Мутром Паразиты И Понеслась На этом Все Ждите Четвертую Главу С вами Был Голос Паша Лобанова А на Видеоряде Пули Снегопада И конечно же Асгард В качестве Источника Текста Субтитры создавал DimaTorzok